Это единственная детская площадка на несколько домов по проспекту Ленина. 142, 140, 138, 144, 146. Дети все собираются у нас. Пообщавшись с руководством завода Мехпрессов, мы выяснили, что у предприятия действительно заключен договор аренды земельного участка с главным управлением имущественных отношений Алтайского края от 17 декабря 2013 года. Но при этом арендованный участок до песочницы, как утверждают жильцы, не доходит. И тем более не занимает половины площадки. Его крайняя точка примерно в районе турника. Мы планируем, согласно схеме расположения участка, огораживать и производить благоустройство для организации парковочных мест. Они будут находиться на месте несанкционированных погребов. И детскую площадку, как мне стало известно, она захватывать и наша территория не будет. Однако, судя по газону, небольшой пятачок, где дети играют, все-таки попадает в арендованную зону. За комментарием, учитывалось ли мнение горожан при передаче земли заводу, мы обратились в Краевое управление имущественных отношений. Ответ получили сегодня. Из него следует, что границы участка, на котором расположен 142-й дом по проспекту Ленина, утверждены еще в 2011 году с учетом публичных слушаний. И место, которое хочет занять завод мехпрессов, дому не принадлежит. Обращаем ваше внимание, что изменение границ земельного участка, расположенного в границах территории, для которой утвержден проект межевания, возможно только путем внесения соответствующих изменений в данный проект межевания через процедуру публичных слушаний. Выходит, у завода механических прессов все-таки есть основания для расширения своих границ до турника. Однако жители 142-го дома по проспекту Ленина намерены обратиться в Роспотребнадзор, мэрию и написать президенту. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова